Приветствую вас, Ксения. Я безусловно сочувствую вашему гору, потому что у вас произошло. Мне очень жаль, что так случилось. И я думаю, что сейчас то, что действительно может сделать для нас психолог, это помочь вам проживать те чувства, те эмоции, которые у вас имеют место быть, и проживать это состояние. То, что можно вам сейчас, на данный момент, то, что может сделать психолог для вас. Потому что я не думаю, что какие-то моменты сделать вам могут помочь. Это просто проживать, просто снизить уровень вашего напряжения, уровень вашего эмоционального тонуса. И чтобы вы смогли, ну, как-то вот уже по-другому смотреть на эту ситуацию и видеть какие-то другие вещи. Ну, например, то, что вы ведете себя как человека, который не может устраивать отношения на равных. То есть у вас отношения с гражданским мужем не сложились по какой-то причине. Вы достаточно сильно переживали за своего копа. То есть у вас к нему очень, вот, очень сильно была привязана, если говорить про незримую связь. Вот. А я думаю, что у всего этого есть причина, как есть причина у того, что сейчас вы по большому счету очень сильно переживаете. Я думаю, что здесь есть травма от расставания с вашим сожителем. Вот. Вы меня извините, я предпочитаю называть это именно так, а не гражданским браком. Вот. Ну и в целом гиперответственность, это то, что вы называете, вот как вы ее называете, да, гиперответственность. Гиперответственность в данном случае, ну, никак не является плюсом. То есть гиперответственность в данном случае негатив. Почему? Потому что вы слишком многое на себя берете. И именно гиперответственность является вашей, наверное, основной проблемой, из-за чего глобально у вас не получается устраивать отношения, наверное, с мужчинами. И, наверное, вы вот так вот эмоционально все реагируете. То есть вы слишком много на себя берете. Важным моментом является то, что тот факт, или то, или тот факт, что далеко не все вещи зависят от вас. Далеко не все вещи, далеко не все зависят от вас. И есть вещи, которые вы повлиять были не способны. Слишком высокие требования к себе, слишком высокие требования к самой себе в данном случае вам лишь только вредят, вам лишь только начало. И, собственно, именно с этим и нужно работать. Но для начала вам необходимо прожить все стадии потери близкого родного человека, в данном случае существа. Да? Вот, это есть определенные стадии и, соответственно, соответственно... Ну, если вы верите в Бога, вот, если вы верите в Бога, то, конечно, можно и нужно, чтобы вы... обратились к священнику. Вот. Это можно и нужно. Возможно, возможно, для вас это будет полезно, вам это будет лучше, 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 лучше помощь, чем психолог, например. Вот. Возможно. Ну, возможно, еще и нет. То есть, вот тут, конечно, есть момент. Много, к сожалению, происходит и в том числе из веры. То есть, если вы верите в Бога, в Бога, да и так далее. Вот. Ну, глобально... 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 Что я могу сказать глобально? Глобально я, наверное, могу сказать, что... Вы в какой-то степени обесцениваете, на мой взгляд, себя. Вот. То есть, вас определяют, вот, окружающие вас определяют, ну, люди вас определяют, те, кто вокруг вас. Вот. Что, на мой взгляд, является достаточно серьезной проблемой, делающей вас, ну, уязвимой, к сожалению. Если вы, вот, ну, зависит. Так. Вот тех, кто вас окружает, ну, вот. И здесь, как бы, ну, глобальное такое, вот, обесценивание себя. Поэтому с этим моментом тоже, на мой взгляд, нужно поработать. Но, еще раз повторю. После того... После только того, как будут проработаны вот эти вот моменты, связанные именно с... опусканием потери, проживанием потери. Это то, что вам сейчас нужно, и это то, вот, в чем вы сейчас нуждаете сильнее всего. Вот. Поэтому, говорить, говорить о психотерапии, ну, сейчас, наверное, было бы не совсем корректно. Вот. А вы находитесь в не том состоянии. Вот. Так что, проживайте. Вам необходимо прожить это состояние. Вот. Проплакать, отплакать и так далее. Вот. Ага. И когда вы проживете, я думаю, что можно будет скорректировать ваши личные границы так, чтобы гиберответственности не было. Чтобы она вам не мешала. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи вам. Спасибо.